91 километр Припяти с прилегающими пойменными водоемами в Мозырском районе сдали в аренду для промыслового и платного любительского рыболовства. До 16 мая желающие стать арендаторами могли подать заявку на участие в тендере. Дата 22 мая стала Днем Икс. В этот день в здании Мозырского районного исполнительного комитета состоялись торги в форме открытого конкурса. Процедуру провели в соответствии с законодательством. Заявку на участие подал только один претендент – Белорусское общество охотников и рыболовов. Его условия аренды удовлетворили комиссию. Я хочу успокоить наших жителей. Много было разговоров на эту тему. Условия вполне приемлемые. Я думаю, что здесь как-то исполком пытался соблюсти интересы разных категорий наших граждан. И тех, которые любят рыбачить, и тех, которые переживают за реку, и тех, которые хотят приобретать свежую рыбу в магазинах. Поэтому я думаю, что условия нормальные. Проект договора, который будет подписываться, очень жесткий для арендатора. В данном случае за несоблюдение действующего законодательства и других вопросов он может быть расторгнут. Поэтому здесь, кроме прав, у арендатора будут еще обязательства. Припять и раньше сдавали в аренду. Прежний арендатор предприятия водных путей Нижнеприпятская было реорганизовано. Река больше чем на три года осталась бесхозной. Все это время идея найти Припяти хозяина буквально витала в воздухе. Останавливали природные аномалии. Река в последние несколько лет сильно обмелела. Требовалось время на восстановление. Сегодня природа компенсирует потери, а арендатор взял на себя обязательства по содержанию водных угодий. В Мозырской организации Белорусского общества охотников и рыболовых успокаивают. Для мозырян не изменится практически ничего. Для граждан Мозыря и Мозырского района, проживающих на территории Мозырского и Мозырского района, бесплатный вылов рыбы будет осуществляться как с берега, с береговой линии, так и с маломерных судов до пяти крючков и вылов рыбы до пяти килограмм разрешенными способами рыболовства бесплатно. Что касается интенсивного рыболовства, то для граждан нашего города и Мозырского района мы предложили такие условия, что стоимость разрешения этих путевок, которые будут продаваться в соответствии с правилами установленной формы путевок, то для граждан Мозырского района и города Мозыря будет 20% от стоимости. Стоимость путевки для мозырян, состоящих в Буор, будет ниже на 80%, для иногородних членов общества 50% от полной стоимости путевки. И это только при интенсивных видах рыболовства. Бесплатным для всех останется участок реки от железнодорожного до нового моста. Что касается промыслового лова, то Владимир Белорусов подчеркивает, доведенная квота в 20 тонн в год несущественно для Припяти. Если раньше на реке работали 22 рыббригады, теперь будет только две. Самое главное – организовать контроль. Вот это, конечно, на устах наших граждан бич, что какой-то опыт они сравнивают, предыдущих лет арендаторы. Мы анализировали это все, конечно, и максимум приложим усилий по жесткому контролю. Впереди у арендатора немало работы. Это и оборудование мест стоянок, кострищ, съездов для маломерных судов, установка баков для мусора. Немало мероприятий экологического характера. Припять останется всеобщим застоянием. Арендатор не вправе ограничивать доступ к речным угодиям. Лидия Поттер, Олег Фиснер, телеканал Музырь.